Там, где шафранный небосвод Не озарит бессветных вод, А чёрных звёзд недвижный свет Хранит немыслимый завет, Был город некогда построен Среди костей бесчётных боен. Страшней внутри, ведь правящий им двор, А травой зла и хаоса сочится с давних пор. Безумным пляскам нет конца, За маской больше нет лица. Для вечных зрителей играя, Мы все живём и умираем. Владыки, чувствуя мученье, Мы жертвуем во искупление кровь Для повешенного короля. И душит нитей кукольных петля. Предисловие. Эти строки, любезный читатель, Я пишу, находясь в некой библиотеке. Я договорился с тенями, Что знают все тёмные уголки, Потайные места и двери Януса. Надеюсь, они сумеют страницу за страницей Донести мои записи до самых отдалённых миров. Да послужат слова, Коими я истекал, как кровью из открытых ран, Вкладывая всего себя в эти страницы. К вашему развлечению и просвещению. Жезлоносец при дворе повешенного короля Я помню густой аромат дниющих цветов, Смешанный с острым запахом металла. Ни один из запахов не мог заглушить другого. Мои когти сжимали гримуар, Переплетённый в живую плоть. Этот своенравный том пытался укусить меня за руку, При малейшей возможности. Его содержание показалось мне знакомым. Будто я закончил его чтение лишь за несколько минут до этого. И я вернул омерзительную книгу на полку. Теперь я не могу вспомнить ни единого слова из неё. Затем я ощутил зуд в левом глазу. Я инстинктивно попытался почесаться, Чтобы снять раздражение. Но мой коготь уперся в полированную твёрдую поверхность. Моё лицо оказалось скрыто фарфоровой маской, Казавшейся неснимаемой. Я каркнул, Не в силах избавиться от раздражающего зуда. Высокорослое существо конической формы Затрубило и замахало на меня отростками, Требуя тишины. Возмущение фрмункл фрмаммем из фрм Имело основание. В конце концов я находился в библиотеке, Поклонившись в знак извинения. Я покинул место, Метко названное Атениумом отрезанных языков, Желая осмотреться получше. Я достиг зала ртутного достоинства Необыкновенно быстро. Так, что даже не осознал, что происходило по пути. Сама природа Аллагады такова, Что ограничение времени и пространства там Всего лишь условность, а не закон. Несмотря на весь мой опыт в путешествиях, Сноподобный дурман этого города Одолел и меня. Зал ртутного достоинства Был местом, где смешивались красота и гротеск. Странники и цари, Боги и чудовища, Существа из всевозможных миров Играли свои роли в бесконечном маскараде. Большая часть их, Движимая чистолюбием, Столь же темным, Как звезды на небе Аллагады, Искала милости самого повешенного короля. Мои когти непроизвольно сжались, А разум был подавлен зрелищем Грандиозного зала И диковинных существ в нем. Ведь зловещей и упадочной роскоши Аллагады Мало ввязался с первоначальным представлением о ней, Как о мрачном царстве. Имена наподобие повешенной король Вызывают ассоциации со смертью, Разложением, Опустошением И отчаянием. Но не с шумным весельем. Несмотря на то, Что в моих глазах 16 цветовых рецепторов, Я видел все окрашенным лишь в красный, белый, черный и желтый цвета. Цветовая палитра была неожиданно бедна. Еще более странным было постоянное ощущение привкуса пурпура, Почти замаскированного запахами похотливого пота и разгоряченной плоти. Укрываясь от всеобщего безумного разгула, Я наблюдал за происходившим из угла, Фигурально выражаясь, Ибо Алла Гада воплощение неевклидовой архитектуры. Отдельные сцены, Увиденные мной, Слишком непристойны, на мой взгляд, Чтобы описывать их здесь подробно. Учитывая общий характер безграничной орки, Каждый может представить происходившее, Дав волю своему воображению. Все, Все, что только можно представить себе в самых безумных фантазиях, Происходило в зале ртутного достоинства. Достаточно сказать, Что самым обыкновенным зрелищем, Там был вид всевозможных срамных частей тела. Как правило, В соединении с другими соответствующими частями. И вот мое первое наблюдение. Скульптор плоти из святилища, В асимметричной бледной маске, Ласкал девицкую кровавую висталку, Рукой и щупальцем. Парочка шептала друг другу на ухо, Ужасная тайна. В их аурах, След долгой переплетенной истории, Их связь в моих глазах сродни инцесту, Отвращение переполнило меня, Я стал искать что-нибудь более приятное моему глазу. Кинтовроид, Кователь снов из Анир, Торговался с бессмертным купцом из Лондона, Который выглядел наиболее правдоподобно. По крайней мере, Его рука выглядела более-менее нормально. Купец гнусавым голосом предлагал условия сделки, Щедро сыпля юридическим жаргоном, Я не смог увидеть ни прошлого, Ни будущего Кователя. Хотя эфирное создание просто напрашивалось на то, Чтобы его прочитать. За купцом, Напротив, Тянулась длинная тень, В которой толпились души погибших, Тыча пальцами в обвиняющем жесте. Трио мелких башков, Обычно считаемых непримиримыми врагами, Дурачило паству. Их зазубренные языки источали яд и снисходительность. Это были рогатый тиран Пантисса, Безумный спрайт Зенолзок Тхус, Ихируим, Иерарх Элдонай. Между башками находился жертвенник, Покрытый вырезанными символами, Которые извивались, Расплывались, И бурлили. Как варево, Покрытый хитином служитель, Принес на алтарь едва вылупившееся дитя, Как приносят обед. Воздев кинжал, Слуга начал зачитывать какие-то слова, Которые я не смог понять. Я отвернулся, Не желая видеть смертельный удар. Я услышал, Как кинжал пронзил плоть, И пролилась кровь. Служитель убрал ужасный труп И поклонился, Прежде чем исчезнуть В мгновение ока. Обед был подан, И те, кому он предназначался, Выглядели удовлетворенными, Насытившись не плотью жертвы, Но самим символизмом жестокого акта. Следует помнить, Что символы имеют власть Над подобными созданиями. Обратив свой взгляд ввысь, Я лицезрел Легендарных лордов масках Аллагады. Белый лорд Носитель маски упорства Фарфоровой личины С узкими глазами и ртом, Представляющим собой Лишь плоскую линию. Желтый лорд Носитель маски ненависти Фарфоровой личины С нахмуренными бровями Губы искажены в злобной усмешке. Красный лорд Носитель маски веселья Фарфоровой личины С маниакально расширенными глазами И улыбкой, Прорезающей ее От одной щеки до другой И ни малейшего следа Черного лорда, Носителя маски страдания. Это меня не удивило. Я слышал, что его вроде бы Изгнали в какое-то Всеми забытое Пространственное захолустье. Писали, что причины этого Были политическими, Но подробности Нигде не упоминались. Трудно представить себе Придворные интриги в таком месте. Внезапно мои перья Встали дыбом от испуга. Ужас начал сжимать кольцо вокруг меня, Внося диссонанс в музыку Моих двух сердец. В зал торжественно входил Незнакомец. Гибкий и изящный. В окружении свиты, Ряженых шутов и хранителей бумаг. На нем не было маски. И его безликий образ Выглядел странно посреди маскарада. Всякая надежда Померкла с явлением Посла Аллагады. Его титул Всего лишь искажение, Не способное выразить Всю полноту его власти И величия. Посол Аллагады Это голос повешенного короля, Проявление и продолжение его воли, Перед которым даже лорды в масках Склоняют свои марионеточные головы. Я счел наиболее благоразумным Удалиться. Дворец Представлялся бы лабиринт, Лишенный всякой гармонии И логики. Законы физики в нем Будто бы были созданы Пьяными божествами. Верх и низ Утратили свой смысл. Перемешались в безумном городе. Несколько раз Я видел самого себя Со стороны. Всегда в каком-нибудь Недоступном месте. Это были мои итерации Из прошлого И будущего. Мой наряд Выглядел кричаще Пестрой смесью Красного, Желтого, Белого И черного цветов. Столь насильственное Внедрение Аллагадской моды Бросалось мне в глаза Даже сильнее, Чем путаница со временем. А потом я ощутил Нарастающий ужас. Незримая угроза Быстро приближалась. Там, Не ведая о моем появлении, Лежала пустота. Дыра на месте Исчезнувшей памяти. Словно обнаженный В своем неведении, Я задрожал От обуявшей меня Холодной жути. Ветер, Жалобно напевавший Свою печальную песню, Стих. Исчезая, Он будто шепнул мне на ухо. Здесь Трагедия. Я видел тень Аллагады. Место, Где сливались Воедино тлен, Ржа И отчаяние. Мертвый город Конца времен. Бредя по его Опустевшим улицам, Я ступал По изорванным Знаменам И битому стеклу. Лишь пыль, Поднимавшаяся От моих Неосторожных шагов Создавало движение. Дворец был разрушен. Его некогда Великолепные ворота Валялись сорванными Из петель. Зал Ртутного достоинства Представлял собой Безжизненную могилу Желаний И тщеславия. В центре зала Зияла дыра. Нет, Не просто дыра. Скорее Гноящаяся рана. Из нее Вытекал Какой-то Вязкий Ихр Янтарного Цвета. Источающий Болезненный Запах Погибшего Творения. Сквозь эту рану Я проник В чрево Аллагады. Я не знаю, Что двигало Мной в тот момент. Я никогда Не собирался Зайти так далеко. Быть может, Это была изначально Предписанная мне роль. Сейчас, Оглядываясь назад, Я вижу, Что был Марионеткой В чьих-то руках. Я почти ничего Не помню о том, Как спускался вниз. Лишь единственное Желание Увидеть, Что скрывается там. В конце концов, Я был ученым Исследователем И намеревался Пройти путь до конца. Нарушения законов Времени И пространства По-прежнему Вызывали мой образ В разных местах. Залы без окон, Сложенные Из простого камня, Окутанные Коричневатой дымкой И лишенные Обыкновенной Для Аллагады Роскоши. Я не ощущал Ничего присутствия В этих туманных Коридорах. Вокруг меня Клубились Какие-то Болезненные Испарения, Напоенные Ароматом Старых книг. У дальней стены Вниз уходила Винтовая лестница, Ступени которой Были неравны И грубо вытесаны. Более примитивны, Чем город, Стоящий Наверху. Или внизу. Я так и не понял. Наверное, Мои читатели Уже заскучали, Но я двинулся дальше. Лишь затем, Чтобы встретить Новые лестницы. Я чувствовал себя Сказочным Ксифеем, Служителем Грибной короны, Пробиравшимся Сквозь трясину Трех миллионов Неудобств. Шаг за шагом, В основном По прямой. Приближаясь Ко дну, Я услышал Шепот на языке, Которого не понимал. Клише, Скажете вы? Для художественной Литературы Вероятно так и есть. Но следует знать, Что хаотичные слова Представляют собой Универсальное Предупреждение О том, Что ты зашел Слишком далеко. Подробнее Смотрите законы И универсальные Константы Иных миров. Шаг. Еще шаг. И мою душу Будто бы охватило пламя, Испепеляя саму сущность И развеивая Остатки по ветру, Как пепел. Остатки меня Кружились вокруг, Притягиваемые Массой чего-то Неизмеримо огромного. Я был, Как мысль, Мимолетное Ощущение Перед Древним Разумом. Здесь, Среди Мертвого Сна, Я пепел, Угли и Пылающие Перья, Плывущие Сквозь Твердь. Плыву по ветру, Будто Мои Крылья Не Рудимент, Приковывающие Меня к земле Беспощадной Силой Тяжести. Я собран Заново, Чтобы быть Разорванным Вновь И вновь. Каждая Черта Создана Из Воспоминаний О том, Кем я был. Я стал Кровью На руках Преступников. Я стал Петлей На своей Шее. От смерти Я сделал Один шаг К жизни. Посреди Хаоса Мое Разорванное Я Ощутило Отголоски Великого Вопля, Живого Воплощения Безумной Муки. Материя И форма Слились Воедино, Собравшись Вокруг Раны, Нанесенной Самой Реальности. Ни Святой, Ни Порочный, Повешенный Король Принял Форму. Обрывки Моего Я Стали Едины Со стенами Его Тронного Зала, Ставшего Ему Тюрьмой. Укрытая Покрывалом Сущность Корчилась На троне, Удушаемая Усаженной Шипами Петлей, Удерживаемая На месте Оковами, Крючьями И копьями. Там же, Обездвиженный Вселенским Воплем, Стоял Посол Алагады. Он Казался Карликом На их общие черты, Сходство, Неразделяемое Ни с кем Из обитателей Их Королевства. Повешенный Король Рывком Склонился К своему Мучителю, Скорее Инстинктивным, Нежели Царственным Жестом. Их лица Были На расстоянии Всего лишь Вздоха. С равнодушным Спокойствием Посол Приподнял Покрывало Эбеновой Рукой. Вместо Лица Моим Глазам Предстало Ничто, Дыра В форме Бога. И Настала Пустота. Первым Вернулся Знакомый Аромат. Чуть-чуть Ванили, Капелька Цитруса, С примесью Плесени И Затхлости. Я Открыл Глаза И увидел Лампу, Светящуюся Призрачным Огнем, И Полки С книгами, Как Таинственными, Так и Самыми Обыкновенными. Я Опустил Палец В керамическую Баночку Слева От меня, Ощупав Ее Содержимое. Удовлетворенный, Я Вынул Покрытый Чернилами Коготь, Взял Светок Пергамента И Принялся По памяти Записывать События, Которым Был Свидетелем. И Кис Хранитель Путей Жезлоносец Кул Манаса Путешественник Астрала Мореплаватель Небесных Морей Спелеолог Пространственных Бездн. Продолжение следует...